приветствую вас уважаемые друзья и зрители моего канала как и ранее говорил в своих видео что я сейчас перехожу на чугунную посуду после того как я приобрел казан и начал в нем готовить дома мне очень понравилось приготовление пищи в чугунной посуде я полностью пересмотрел весь свой арсенал повыкидывал все сковородки с антипригарным покрытием и полностью купил новые чугунные мне в чугуне очень нравится как готовится пища ее вкус и тем что на данных сковородках можно готовить не только дома на плите но и брать их с собой на природу многие боятся чугунной посуды так как думаю что за ней нужен какой-то особенный уход но друзья скажу вам сразу что ее главное правильно обжечь мыть ее потом одно удовольствие налили воды даже когда она сильно грязная налили воды поставили на плиту дождались пока она закипит промыли все посуда чистая приобрел еще одну такую сковородочку и смотрите можно на плиту ставить можно на костре подвесить за эти вот про уши на можно поставить на костре на какую-либо решетку и ничего с этой сковородой не случится просто потом приехали домой ее отмыли но самое главное друзья после покупки ее правильно подготовить правильно обработать и обжечь сейчас объясню как это делать магазина в чугунную посуду покрывают специальным покрытием и прежде чем на ней готовить ее надо хорошо обжечь от данного покрытия это покрытие специально делают чтобы чугун не ржавел пока посуда лежит на складах магазинах и это довольно вредная вещь что когда начинаете обжигать обжигать нужно не менее 15-20 минут и хорошо сделать хорошую вентиляцию включив газ когда сковорода начинает нагреваться вы сразу же увидите такой серый едкий дым вот это и есть это покрытие она выгорает поэтому можно смотреть по самой посуде сейчас она черная но она начнет как бы сереть если она сереет значит это покрытие вот например здесь она уже выгорела и надо дождаться того момента когда вся сковорода станет вот такого вот цвета но предупреждаю сразу будет очень сильно вонять на кухне поэтому сделайте хорошую вентиляцию а пока будем ждать нашего процесса обжига после того как вы увидели что с посуды перестал идти дым моем случае это где-то прошло 10-12 минут берете простую соль можно морскую можно не морскую и ложек 67 столовых насыпаем сковороду даем ей нагреться после этого будем аккуратно помешивать соли много не бывает кто-то рекомендует насыпать больше я решил насыпать ложек 10 соль мелкая и начинаем ее аккуратненько помешивать во первых соль себя заберет всю оставшуюся грязь со стенок и какого-то рода идет прокалка или обжиг чугуна для меня скорее всего соль забирает просто лишнюю грязь потому что она потом станет очень грязной и серой коричневый уже видно что соль меняет цвет прошло 10 минут как видите соль поменяла свой цвет более коричневый теперь выключаем огонь даем посуде хорошо остыть да друзья главное дать чугунной посуде хорошо остыть многие не знают но чугун очень боится холодной воды раскаленный чугун если облить холодной водой он может банально лопнуть и после того как посуда остынет соль высыпаем и нашу сковороду хорошо промываем проточной водой после того как сковороду промыли ставим ее для просушки на огонь подготавливаем какую-нибудь ветошь растительное подсолнечное масло также можно оливковое я немного ветошь смазываю можно еще добавить примерно вот столько масла и после того как вода полностью испарилась промазываем тампончиком нашу сковороду маслом главное смотрите не обожгитесь чугун нагревается и очень долго остается горячим наша сковорода законсервирована и выключаем огонь теперь ее можно хранить она не будет ржаветь но она у вас уже полностью обожжена и подготовлена а можно прям сейчас начинать и на ней что-либо готовить после приготовления друзья промываете хорошенько сковороду водой всегда ставите на огонь она закипает эту грязь вы вымываете никакие средства я не использую для мойки посуды тряпка для мытья или губка и и все и рекомендую где-то примерно раз пять шесть делать такую процедуру после каждой готовки пока не образуется как я называю благородная пленка и тогда у вас посуда не будет ржаветь не будет отдавать железным вкусом и все у вас будет хорошо готовится на чугунной посуде главное за ней правильно ухаживать на этом видео заканчиваю всех благ вам и вашим близким друзья